Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дестелье. Сегодня я хотел вам рассказать о новом поставщике самогонных аппаратов на российском рынке. Можете считать это рекламой, как угодно, но я просто хотел бы рассказать о том, что появился новый поставщик и считаю, что каждый новый поставщик, который делает качественное оборудование, заслуживает внимания. Хотя он просто для того, чтобы посмотреть, узнать, что кто-то появился новый, что-то новое делает и так далее. Итак, не так давно владелец канала «Территория Борисовича» решил пробовать свои силы в изготовлении модульных самогонных аппаратов, которые можно модернизировать, изменять и настраивать на свой вкус. Не все сразу пошло, не все сразу получалось, но если долго мучиться, что-нибудь получится. Немного получились и получилось отличное качество. Посмотрите, насколько идеально сделаны швы. Вообще, как будто бы это монолитная абсолютно конструкция, то есть никаких шторных швов не видно, ничего. Здесь вот тоже вот отвод, он из двух отводов по 90 градусов, то есть вот заметно только просто, потому что по-разному видимо отшлифованы были изначально там детали, как бы тут только этого видно, самого шва не видно. Очень хорошего качества. Итак, вот такого хорошего качества оборудование поставляется в двух вариантах. Один вариант – это «Русич 500», изготавливается из ЦАП диаметром 1,5 дюйма, и «Берсер» диаметром 2 дюйма, более такой мощный аппарат. На столе у меня представлено оборудование от дистиллятора «Русич». Денис Борисович – очень отзывчивый человек, и когда услышал, что я решил модернизировать свое оборудование, предложил мне безвозмездно, то есть дадом, как говорила Сова в мультике про Винни-Пуха, вот это оборудование. Мне нужна была царга 400 мм, отвод на 180 градусов, ну или 2 по 90, и холодильник. Огромное хочу сказать спасибо в эфире Борисовичу за предоставленное оборудование. Я, честно говоря, даже не ожидал такого, чтобы человек так вот просто решит предложить свое оборудование. Было приятно на самом деле. Большое спасибо за этот подарок, за этот подгон. Также, кроме всего прочего, я даже не просил, ничего там не надеялся, но, кроме всего прочего, вместе с этим оборудованием получил еще 2 метра медный РПН, за что отдельное спасибо. Еще ничего не пробовал, вот оно все лежит, просто сейчас не было времени. Но, в ближайшее время, конечно же, все это испробую, конечно же, из всего этого буду что-то делать. Холодильник вот такой вот, кожухотрудный. Как вы видите, значит, 8 трубок по, в смысле, 5 трубок по 8 мм. Здесь под резьбу выходы. Это трубка в связи с атмосферой. Очень хорошо тут, что-то сюда можно надевать трубочку и закидывать вентиляцию, чтобы сразу весь ненужный аромат уходил у нас в вентиляция. Вот. Здесь вот отвод. Сразу варим ниппель. Отличный такой вот, очень удобно сюда термометр вставляется. Вот. Ну, вот таким образом, что вставляется и потом поджимается гайкой, чтобы он уже не двигался. Чтобы он уже не двигался конкретно. Вот. Чем отличается данное оборудование от аппарата «Русич», который продается? Здесь не хватает мини-дефлюгматора и царга не 400 мм, а 500 мм. Вот. Вот. Мини-дефлюгматор у Борисовича, значит, очень интересный, кстати, тоже. Жалко, что его нет у меня в наборе. Я его куплю отдельно. Хочу сейчас заказать дополнительно. Мини-дефлюгматор и кран. Игольчики кран, ну, для того, чтобы регулировать подвод воды. Вот. Чем интересен мини-дефлюгматор, который изготавливает Борисович? Делает только он такие дефлюгматоры и больше ни у кого не видел. Значит, он 25 см. Ну, 15 см. Это сам мини-дефлюгматор, кожуха трубный. Поначалу, я насколько слышал, там еще и с перегородками как-то там был сделан. Ну, то есть, ну, получалось, что он слишком хорошо отводит температуру. И сейчас, сколько я понял, уже все делают без перегородок дополнительных. Ну, вот. А верхняя часть, 10 см. Значит, это, здесь просто пустая получается цабля, которую можно использовать как джин-корзин. Очень интересное решение. То есть, там, из-за того, что он кожухотрубный, получается вот так же, вот такое же пространство здесь, только здесь еще получается вот 10 см трубы. Сюда вставляется сеточка какая-то, можно насыпать приправы и получать ароматный спирт. Ну, очень интересное решение, еще раз повторю, больше никто такого не делает. Ну, вообще, Борисович очень отзывчивый человек еще и в том, что любые ваши пожелания, как бы он готов исполнять в железе. То есть, если вы что-то там просите доделать, переделать, можно с ним связаться, все обговорить, вам все поможет. В принципе, не знаю, долго я просто рассказываю. Наверное, стоит просто вам зайти на его страничку ВКонтакте, называется Территория Борисовича, либо на YouTube, точно так же канал называется Территория Борисовича. И еще раз вам огромное спасибо за оборудование. Об оборудовании Борисовича я, наверное, на сегодня закончу. А как уже было сказано, я решил модернизировать свое оборудование, в связи с чем был продан куб. И поэтому я пока не записываю и не выставляю новые видео по винокурению. Зато в ближайшее время я расскажу о модернизации своего оборудования. Пока могу сказать следующее. Частично оно будет, как я уже вам и сообщил, с использованием частей производства Борисовича, частично доктора Губера. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал Достилье, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки. А если ставите дизлайки, пишите почему. Если вы не говорите, что вам не нравится, я не смогу исправиться. Я очень даже приветствую конструктивную критику и готов меняться. До встречи на канале Достилье. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok